всем доброе утречка хотя уже не утречка уже у нас день у нас если видите свет с стороны значит день если свет сзади начать утро в общем у нас сейчас 12 22 я вот так раз в неделю мою плиту ну может раз в неделю может быть раз в полторы недели чтобы весь жир отошел и просто трапочка это все смываю или губкой это у меня это мне вот такой очиститель он подходит и для духовок и для плит и для микроволновок я его очень люблю ёлочку мы гирляндой украсили теперь она вот так вот светится мишульдрасти ёлочка ну наряжай сегодня сергей вместе с никитой вы тут в комнате убрались очень красиво убрались с пингвином антималы стали новогодние они тебе стали малые их степе переложил другие надевай надевай носочки бабушка пришла уговаривать детей погулять они не хотят сидят дома все пойдешь гулять там качели карусели горки там такие красочные около вашего садика помните я сегодня делаю щи обжарки в этот раз делаю на один раз не буду замораживать ничего и так полный холодильник всего замороженного не было мне в этот раз готовы обжарки по этому делу а дети тут катаются и м м м м м А Миша пошел гулять с бабушкой Лидой. Все-таки она его одного уговорила. Степа, подойди. Никит сейчас назад поедет. Сейчас щи у меня почти готов. Борщ я не делаю, потому что мы свеклу не любим. В общем, щи у нас опять. Всю неделю супы ели. Сегодня решила щи сделать на выходные. Сегодня у нас пятница. Так, щи я выключаю. А тут я еще решила сделать блины. На прошлой неделе не делала. На позапрошлой неделе делала, по-моему, ладушки вместо блинов. На этой неделе, вот сейчас пока время есть, решила сделать. Все, Никит, говоришь? Дочитал? Чук и Гек весь почитал. Молодец. Понял, о чем он был? Да. Ну, что они там делают? Они поссорились. А потом помирились? Да. Мы почитали Чук и Гек. Теперь решили посмотреть Чук и Гек. 1953 года фильм. Заправляй трубашечку, чтобы аккуратными стать. Видишь, какие? «Папа, папа, папа, папа». А в телеграмме, наверное, было написано, что папа их не встретит, да? Мощалочка, ты ко мне пришел, да? У меня тут холодно сидеть, ты пришел меня покрыть? Сижу сейчас, видео монтирую. У нас в этой комнате, вот на первом этаже, прохладно. Я специально, когда захожу сюда, надеваю тепленькое, если надолго захожу. Потому что у нас тут батарея отключена. Сергею всегда жарко, и он отключил батарею здесь. И еще, мне кажется, год назад. И так я ее не включала ни разу. Но мне прям прохладно именно в этой комнате. Хотя тут тоже теплые полы у нас. Но я вот надела кофту теплую. Ну вообще мне последние два дня прохладно, может быть, потому что болеет. Котик со мной пришел тут видео монтировать. Кота показала. С котом все отлично. Сейчас покажу наших муравьишек. Я принесла им вот такую вот креветочку. Такую вот обычную креветку. Они ее любят. Я ее просто кладу посередине арены. И они ее с удовольствием едят. А вот кто-то сдвинул тут кубик. Они аж не могут забраться туда. У нас их очень много стало. Смотрите, как много. Но не до такой степени, чтобы открывать перегородку. Ждем, когда будет 200 штук. Тогда откроем. Кстати, сегодня Степа поднял. А я заметила, там вот дохлый муравейчик. Один. Как он туда залез, я без понятия. Там вот тут нет никакой щели. Я думаю, может быть, это муравей не из фермы, а как-то с другой стороны пролез. Не понимаю. Ну, в общем, там валяется трупик. Когда я буду открывать перегородку, они уже туда зайдут, сами его выкинут. Они весь мусор выносят туда, в уголок арены. Сами. Молодцы. А картину эту мы решили повесить не в детскую комнату, а вот сюда, на эту стеночку Сергея. Тут будет отлично выглядеть. Я буду ее все время видеть. Сережка будет ее видеть. Здорово будет смотреться. А в детской, я боюсь, ее разобьют. У меня сегодня на вышивке котик один мягенький для девочки, для Василисы. А мы тут со Степой читаем разные книжки. Сейчас азбуку учили, да, Степ? Какие буквы выучил? А. А еще какую? Еще какую? Ты открыл, да, какой-то? А я взяла, закрыла. Показала книжечкой. Заново доискать. Заново доискать. Мы выучили А, Б и В. Интересно, что у нас, вот сколько есть эта книжка. Ее дети никогда не просили читать, кроме Степы. Ни Миша, ни Никиты. Я сама ее иногда брала, читала. Я вот помню вот этого старик-годовик. Стишок такой интересный про Деда Мороза, как он картины на стекле пишет, узоры разные. А я про себя думаю, наверное, дети наши даже не видели такие окна, стекла такие. Ведь это, ну, было когда отопление было. Ну, какое-то другое. Я вот в своем детстве помню глубокие-глубокие морозы когда-то, и у нас только на одном окне в углу там что-то появлялось. А так вообще сейчас тут нет таких мест, где можно даже посмотреть просто стекло. Может быть, можно на улице где-то. Вот сейчас у нас есть пристройка, и там же неотапливаемое помещение. Может быть, на нем появится какой-то узор. Мне прям даже интересно детям показать, что это такое узор на окнах зимних. Это же интересно было, я тут разглядывала помню, мне нравилось. Мам, седай книжку. Вот такую книжку? Да. А это у нас книжка из отеля Alien Family, когда мы были в отеле, нам две такие подарили каждому ребенку. Там еще две такие? Да, там две были такие. Не, Степ, я одну отдала Бабе Лиде. Я две не стала их сохранять. Одна у Бабы Лиде, одна у нас. А зачем тебе две одинаковые? Да. Читать тебе про Белочек? Я эту истил. Ой, какая красота! Степ, покажи. Батареечки мы вставили, да, в светильничек такой? Странный светильник с Алиэкспресс. Там батарейки вроде как бы три пальчиковые, но они не вставлялись, не помещались. В итоге мы вставили две пальчика и одну мизинчиковую, чтобы она работала. Степ, нравится? Красиво? Ой, красота! А вот выдергивать не надо, Степ. И тут у нас вон, как красиво, елочка у нас теперь светится вот так красиво, мигает. Мы с Никит сейчас будем играть в Славодел. А Миша хочет играть в шахматы, да? Я ему дам вкусняшку, чтобы он поиграл. Да, буду я уже. Будешь в Славодел с нами играть? Здорово. Ой, Степа, экспериментатор. Смотрите, что придумал. Говорит, вода светится. Да, вода вот такая. Она свет не выпускает. Вы знали, что если свет в воду попадает, он там остаётся? Кажется, что стаканчик светится. И крышка такая. Да, крышка. Пусть нет. Правда, не повезло. Сергей сегодня купил целый пакет фисташек. У нас игра начинается со смеха, да? Вон какое слово Миша придумал. Я раду. Ну, есть такое слово. Не спорим. Недя. Никита придумал слово ЩЕКА. Слушай, если ты потом ЩЕ положишь на какую-нибудь пипочку, у тебя будет много... А, Никит, мы не принесли листик с ручкой. Неси. Я сегодня вот чиню игрушки. Это все игрушки, у которых не хватает вот этой вот пипки. А вот сами пипки, которые я нашла в коробке. Хочу клеем их приклеить сейчас и на елочку тоже повесить. Вообще не у игрушечки. Видишь, вот тут уже приклеила одну. Красивая машинка. Я в прошлом году в магните их покупала на распродаже. Что-то они там 49 рублей, что и стоили. Очень классные. Вот еще и... Спасибо, Никита. Так, я почти все уже починила. У меня некоторые спрашивают, чем мы подписываем шарики. Вот именно это контур по стеклу и керамике. Но подойдет любая абсолютно акриловая краска. Починила. Починила, Степ, починила, повесь. Подойдет любая акриловая краска. Подойдет штрих-корректор. Любая краска, которая в констоварах продается, знаете, с таким длинненьким носиком, вот типа такого, идеально вообще подходит для того, чтобы подписывать. Акриловая краска вот с таким тюбиком, вот с таким носиком стоит недорого. И хватит ее, ну, лет на пять точно, если вы будете ей только шарики подписывать или какие-нибудь снежинки рисовать. Так что можете смело брать. Мне кажется, она там рублей 50 стоит, не больше. Если маленький тюбик, если большой, ну, может быть, 100 рублей. Подписывается очень легко. Вот у нас краска именно вот с таким носиком. Сергей всех подписывает. У него красиво получается. А вот эти вот игрушки я сама вышивала. Мне они очень нравятся. Ой, упала. И я их каждый год на елочку вешаю. Вообще, есть еще где-то у меня тут игрушечки такие. Мне кажется, подарить вот новогоднюю игрушку, это очень классный подарок, потому что каждый год человек точно тебя будет вспоминать. Я помню, мне девочка одна с работы подарила. Вот типа такого снеговика, наверное, я вообще не повесила. Каждый год, когда я его вешаю, я ее вспоминаю. Хотя она у нас проработала всего лишь, ну, там, годик где-то. Потом переехала в другой город жить. Ну, я все равно ее каждый год вспоминаю, когда вешаю ее игрушку. Сергей подписывает новенький шарик. 2022. Красиво. Покажи, какая у нас штучка для подписывания шариков. Вот такая вот штучка у нас. Очень хорошая. Ну, вообще, можно вот в такой же упаковочке акриловую краску взять. Тоже будет отлично. По-моему, это и есть акриловая. Она высыхает. Вот такой точно берите. То, что бывает, что белым пишешь, акриловая краска может высохнуть, она будет полупрозрачная. Я второй раз проходил. В общем, вот такой берите. Идеально получается. Цвет сохраняется. Деколы, контур. Вот. В стекло, да? В прошлом году, да. То есть и цвет хороший, и прилипает хорошо, как будто только нарисовалась. Идеально. Красиво получается. Нет, акриловая краска обычно тоже будет отлично, но вот наша блестит, а акриловая, она матовая будет. Как будто бы написал прошлогоднюю надпись. Классно. Чего подписать здесь? 2021. Опираться на зрение и сделал. Важная штука. Я вот так. А можем написать, знаешь что? Что мы первый раз были в Казани, были первый раз в Крыму, были первый раз туда, далеко ездили. Да ладно. Ну. Разве далеко ездили? Мы в Евпаторию в прошлом году дальше ездили. Ну, Евпатория. Ну, не знаю, можно много чего подписать. Надо определиться. Ой, привет, Хвостик. Ты что это ко мне пришел? Поклеить меня опять? Я сейчас Степу поколкладывал, замерзл. У нас на втором этаже не так тепло, как на первом. На втором этаже идеально спать. Там попрохладней. Я пока Степу укладывала спать. Его укрыла, а сама замерзла. Да ты мой хороший, ты что, ты что ко мне пришел? Смотрите, какой старт. Целый день ко мне приходит. Все у кота зажило, шерсть отросла, уже не видно даже шва. Но видно, знаете, очень хорошо его, потому что шерсть белая, ему немного, как сказать, ушили живот. И вот где этот переход, шерсть серая, а потом резко светлее. Ну а так, вот он какой пушистый. Вот он переписал. 2016. Ага. Степа сегодня один шарик разбил, 2016. Тоже переписали заново. В общем, мы определили шариком. Мы напишем там Казань. Потому что, во-первых, мы первый раз были в Казани. А во-вторых, там случилась моя операция. Тоже значимое событие. Сережка сейчас напишет там Казань. Да, мне нравится. Понравился город. Мне понравилось путешествовать туда. Всем, кто живет в Казани, большой-большой привет. Нам очень понравился город ваш. Нужно будет туда приехать как-нибудь с детьми погулять. Я сегодня сейчас ночью полностью доукрашала елку. Все игрушки повесила, которые у нас вообще были. Вот такая вот елочка получилась. Я люблю, когда на елке есть мишура, но когда ее немного, вот она еле-еле вот тут висит. Я специально мишуру рву на маленьких и по одной вот такой штучке вешаю. Когда темнота, гирлянда вот эта светится, мишура отражается очень симпатично выглядит. Ну, в общем, такая вот у нас елочка. А еще мне очень нравится... А, нет, это еще не все. Я же вспомнила. У нас еще и стеклянные игрушки советские. Надо их достать. Они у нас просто в отдельной коробке. Это все пластиковые. Одна единственная была стеклянная. Ее сегодня с утра Степа разбил. Вот так. Так что их надо мне только вешать повыше. Достану я эту коробочку. Некоторые тогда я игрушки перевешу. И те стеклянные повешу. Но так, в принципе, уже хорошо выглядит. Мне нравится. Ну, что, пара? Почему я? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА